Итак, с вами Добгай, мы продолжаем играть в Айтрофемерализм за Дунайскую Федерацию. Если вы еще вдруг не подписаны, ребят, обязательно подпишитесь. Ну а у нас тут предстоит суровая война, а потом еще, возможно, суровая война, так что поехали. И пока я добычаю войска, можно было бы сделать унижение Франции, а потом унижение России. Ну, смотрите-ка, французы соглашаются быть униженным, и давайте теперь тоже самое с Россией, но мы, кажется, включаем территорию в нашу федерацию. И они тоже просто соглашаются на унижение, я понял. Ну, Япония привела войну, Россия, да. Что ж, что я могу на это сказать? Значит, пора. Значит, пора. Значит, здесь устанавливаем, здесь все нажимаем, да. Сейчас чуть-чуть еще докатуем организацию, и, в принципе, да, будем сейчас вступать. Нас призывают сразу все страны в мире, но мы всем странам в мире сразу говорим, да. Призываем наши варенетки, и, наверное, единственное, стоит расставить авиацию. Сразу же наше наступление начинается. Наши танки там, я вижу, желтым, красным показывало, но нет. Наши танки все разбивают. У французских, говоря, что-то дивизии прямо не вижу, здесь больше российских, по-моему, дивизий, чем французских, что на самом деле забавно. Тем не менее, здесь мы тоже их разбиваем, здесь ситуация так, а вы... А, у вас не было, я понял. Не был план активирован. Слишком много. Вот единственное, что мне будет очень не нравиться, точно, это то, что вот столько генералов делать в таком моде генералов по 16, мне кажется, это ошибка. Здесь слишком много нужно войск, есть очень много промышленности, есть очень много бафов на промышленность. Вы делаете очень много войск. Соответственно, вам нужно много генералов. Либо, чтобы у генералов было побольше слотов. Два варианта. У нас нет ни того, ни того. Вот, смотрите, какая индийская какая-то месть там подходит. Не знаю, кому они собрались мстить, мы вот уже французам отомстили. Не знаю, за что, но отомстили. Здесь все тоже, пожалуйста, подобивайте. И вот, граница, все. Вестенькая, только нужно последнюю провинцию добить. Сейчас эта вся армия может идти на восток, либо куда-то еще, но я не уверен, куда, кстати говоря. Я предполагаю, что можно было бы заняться Америкой. Здесь у нас ребята тоже продвигаются потихоньку. Отлично. Россия достаточно быстро, я думаю, пойдет. Я также решаю, что наш Хорти, здесь, да, и правда Хорти, только почему-то без иконки, но ладно, отправляется в Мексику. Помогать там мексиканцам своим флотом. Не уверен, что у него прям хорошо получится, но как получится. Здесь без проблем пушим. Африку я все-таки оставил на советников, поэтому мне плевать, что там происходит, но и здесь тоже пушим. Единственное, я вижу у меня, да, эти ребята решили прикольнуться и закрыться на острове. Ранг сейчас бы удался, если бы я этого не заметил, и если бы их в этот момент вайпнули. И пока я занимаюсь в Греции, там Балтика капнула прекрасно. Ну, здесь, опять-таки, мы имеем авиацию, у нас же войска даже без снабжения все еще неплохие, так что мы, конечно, и выйдем из этого положения, но как эти приказы доходят до такого, это хороший вопрос. Здесь также потихоньку двигаю авиацию, но это, в принципе, еще новое. И, кстати говоря, у нас тут уже прибыла армия в Америку. Все. Я не вижу смысла им оставаться ждать, но здесь у меня тоже ребята подходят сюда. Сейчас здесь начнем пушить. Ну, и, в общем, все достаточно безракончится. Единственное, я вижу, у меня здесь есть нюанс вот такой вот. Надо бы на этот нюанс перебросить какие-то силы. Да, вот минус делать вот такие вот фронты через shift, это вот это. Нету идеальных фронтов, к сожалению. Через обычные они очень странно двигаются, через этот они очень распределяются странно, и потом их сложно очень куда-то перебрасывать. Идеального, к сожалению, нету. Ну, и без особых проблем мы пробиваем все в Америке, без особых проблем здесь. Я думаю, насчет того, что питаясь генералом командования авиацией, но пока у меня не так много авиации, и слишком много генералов, опять-таки, возвращаемся к той проблеме, что было бы их поменьше, было бы попроще. Я бы просто передал меньшему количеству генералов, и, ну и все, этого бы хватило. Но здесь нет, здесь их дофига, поэтому как будто даже проще контролить саму, чтобы все работало. Ну, авиация прибыла, ребята планирование набрали, можно атаковать штурмовиков. Мы, кстати, а, надо вот тут, наверное, немножечко перепросить сюда. Ну, и под штурмовиками, конечно, воевать сразу становится приятно. Здесь, я думаю, тоже парни решек не завались, можно им снова нажимать галочку. Под авиацией снова все должно быть у них вроде как шикарно. Что-то еще ЦИН начинают делать, но нам, если честно, мало интересно, что там они делают. У нас тут своих проблем хватает. Вот мы взяли Петербург, и, кстати, против нас ЦИН обосновывает цель войны. Звучит очень забавно. Но, я думаю, мы капнем союзников, и, в принципе, на этом... А, ЦИН уже вступили в союзников, так что без разницы. Союзники элегантно-целадные, надо добить всех, я думаю. Говорится, добейте выживших. С Африкой все еще, все так себе. Ну, высадка. Черт, французы взяли и высадились в Италии. Ну, делать им нечего. Так, это против Японии выступает. И, ну, да, он, кстати, его закушит, потому что Япония-то слабенькая, и здесь можно по земле перейти. Но, я думаю, мы дойдем до них быстрее, чем что-то реально произойдет. Ну, это я не терпел, и в итоге пораздавал всем авиацию, потому что, ну, уже, ну, слишком много фронтов, ну, слишком впадло все контролить. Ну, на самом деле, теперь они будут ее в Америке использовать. Единственное, я, боты просто, ну, не боты, вот эта фигня автоматически очень любят убирать приказы. Почему? Я понятия не имею. Ну, периодически оно снимает их, надо проверять. Вот до такого состояния вот эта выстка дошла в итоге, потому что никто из союзников наших ей не занялся. Я не занялся, в итоге да. Но ничего, зато сейчас мы ей хорошенько займемся. Виталия была покончена, высаживаться в саму Францию или в Африку идти я не буду, просто продолжить. Хотя можно, вот, допустим, вот этих ребят отправить сюда. Я думаю, они не обидятся на такое. Ну, и пока там идет война с Россией, Лига нации вот тут пойдет, потому что пойдет Америка. В общем-то, так обычно американские союзы и происходят. Америка упала, американский союз упал за ней. И пока я тут смотрел за фронтом в России, упала вся Америка. Прекрасно. И, кстати, Константин Томполь опять вступил к Америке. Это выглядит очень смешно, но, да ладно. В итоге они все здесь поели. Ну, и по классике, я вообще в Европе все съедал, наверное, просто пока из-за редакции привычки, потому что там же все всегда в итоге по ивентам выделяется. Но здесь-то нет. Ну, как бы ладно. И у нас здесь войска очень истощены, на самом деле. Нам бы как-то, наверное, я реорганизовать их. впрочем, рассет тоже почти умерла, так что можно, наверное, продолжать кушать просто спокойно вперед. Реорганизовались, можем снова начать нападение, атаку. И да, все потихоньку затухает, потому что у нас снаряжение затухает. Я, конечно, над этим уже работаю, но есть некоторые минусы. И истощение очень дикое. Вот на Интаке вообще-то 100 военных зовут в это правило. Со сприпасами начинаются проблемы, но ничего, я думаю, со всем мы здесь справимся. И на Катиске к нам вступают в Испанию. Я знал, что они к нам вступят, потому что у них не осталось уже никаких других фокусов по дипломатии. Видите, у них есть либо трехстороннее соглашение, либо содружественная нация. Так или иначе, они к нам все равно вступают. Следовательно, да. Ну, вошли чуть попозже, без разницы. Она здесь прибывает в, собственно говоря, Китай, наша первая армия. И за ней потихоньку должны двигаться вот эти. Мы их здесь тоже ожидаем. Ну, эти уже доехали, подождут, пускай они тоже основное. А где ребята основные? Основные плывут, плывут, уже скоро будут, уже у берегов Японии. И после некоторой передышки, а именно я пополнил войска, я пробился к пунктам снабжения, начинаем, я думаю, финальный уже пуш. Надо тут буквально немного на самом деле захватить. Барсаппорт в этом моде у всех сотка, поэтому на него рассчитывать особо не стоит. Но, тем не менее, у нас сейчас войска вот сюда еще придут. И так, вот эти войска тоже у нас куда-то должны были идти, но уже, ладно. И да, остается совсем чуть-чуть. Если говоря, меня призывают войну против Афганистана, это даже, наверное, неплохо, потому что я теперь могу побыстрее здесь допушить и потом в России в стузах атаковать. Смотрите, лески ресурсы для гарнизонов. Давайте отправим. У нас, благо, 12 миллионов, но это выглядит очень забавно, конечно. Счастье, это случилось невозможно. Вроде закончились лески ресурсы, но есть нюансы. Это только добровольцы. Так что, да, там для того, чтобы все закончилось еще далеко, но мы уже на Урале. горы уже потихоньку преодолеваем, а значит, ну, не так все еще и долго. И пока я воевал там на востоке, смотрите, что здесь произошло. Давайте тогда отправим сюда наши танки, как раз таки, у меня они свободные были. И у нас тут еще было 16 танков, которые я все это время обучал, никуда не диплой, потому что было в подлог, как говорится. И их попробуем как раз таки здесь и использовать. Слушайте, я вернул себе, так сказать, Санкт-Петербург и тут почти все капнуло. Еще там буквально чуть-чуть чего-то еще позахватывать бы и будет отлично. И Российская импера капитулировала Атлантика Океана. Так просто потрясающе. Не знаю, про что они, но в любом случае мы здесь победили. Так, осуждаем такое, конечно же. Да, не знаю, я вертсян наверное отбивать уже не буду, но у него как-то плевать, как и на Рейхспакт в виде Афганистана. Я бы сказал, что на этом моменте мы и победили. Достаточно скучно уже станет сыграть в этот мод, если честно. Я бы, наверное, сыграл еще за какую-нибудь одну страну или максимум две. Блотина за Минорный. Можете в комментах написать за кого. Наверное, я думаю, за Японию попробуйте поиграть, либо может за какую-то Польшу или Якусславию, либо, не знаю, посмотрим. Так что да, пишите в комментариях, подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны, лайк и комментарий и сказал тысячдискорд. Пусть и все в описании и до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok